Сегодня наш регион в числе лидеров по количеству предоставленных сиротам квартир. Во многом это стало возможным благодаря личной позиции главы региона, который считает, что дети, которые остались без поддержки самых близких людей и родителей, нуждаются в первоочередной заботе со стороны власти. Именно губернатор настоял на том, чтобы в разы увеличить областную долю финансирования программы. Вот наглядный пример. В 2020 году по закону брянские власти могли бы добавить на покупку жилья для сирот лишь 8% от суммы федеральных средств. Этого бы хватило на покупку максимум 50 квартир. Вместо этого Александр Богомас настоял на том, чтобы областной бюджет выделил на важную общественную программу 320 миллионов. К примеру, в Калужской области на эти цели областные власти выделили всего 81 миллион, а в Ивановской – 90. В итоге правительством Брянской области только в 2020 году было приобретено 244 квартиры. Всего же за последние 6 лет в Брянской области закуплено 1676 квартир для детей-сирот. Благодаря успешной реализации программы сотни мальчишек и девчонок, оказавшихся в сложенной жизненной ситуации, обрели собственное жилье. За примерами далеко ходить не надо. В конце прошлого года наша программа рассказывала историю Татьяны, которая так мечтала о своих собственных квадратных метрах. Для девушки судьбоносной стала личная встреча с губернатором Александром Богомазом. Мы еще в Брянске купим квартиру, хорошо. Мы же с Дубровкой можем покупать и в Брянске. Это же Дубровка покупает, но они еще не купили до сих пор. Когда они ее купят, вот что вопрос. Купят, в этом году купят. Сейчас Татьяна вместе с мужем и двухлетним ребенком обустраивается в новой квартире уже с отделкой. Планируется поставить диван сыну раздвижной. У меня сын маленький. Тут, возможно, какой-то комод, может, маленький шкаф, либо стол. К слову, благодаря помощи губернатора в этом же доме удалось получить квартиру и брату Татьяны. И таких историй на Брянщине сотни. Реализация программы на территории региона будет продолжена. И значительные финансовые средства уже заложены в бюджет 2021 года. Однако на рынке жилья в последнее время стала складываться тенденция значительного повышения цен, что ставит под угрозу темпы реализации программы. У нас сегодня коллапс. Есть власть. Власть сегодня готова выделять деньги и выделяет деньги на покупку квартир с областного бюджета. Есть застройщики, для которых власть сегодня все делает. Может, не все. Я хочу вас послушать. Может, конечно, я ничего не делаю. Но строят жилье, строят, вернее, сады, школы, дороги, социальную всю структуру. В том же аэропорт, это всего Ливневка, вошла самый дорогой проект. На сегодня еще планируем дальше расширение, что касается школы на Фоцкой, детский сад. Здесь расширение проспекта на аэропорту. Власть ходит, обивает пороги. Федеральные власти нас слышат, нам дают деньги. А в ответ получаем все еще большие проблемы. Нам сегодня заявляет тот же Надежда, что хотим продавать по 50 тысяч. С какой стать? В степень социальной ответственности бизнеса – одна из основных составляющих успешной реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот. Однако не все, даже крупные застройщики, взаимностью отвечают на помощь со стороны властей. Все, кто здесь присутствуют, они получили поддержку от государства, лице или федерального, или в основном бюджет. То есть мы сделали более привлекательные те квартиры, которые сегодня продаются в аэропорту, которые продаются в мегаполисе. А мы сами себе проблему создали. Власть создала проблему. То есть если бы мы вас не замечали, у вас бы было больше проблем, мы бы предлагали эти квартиры, и вы бы были благодарены, что могли продать квартиры для детей-сирот и для наших врачей. То же самое по системе по врачам. Всего 32 квартиры закупили. И проблема не в том, что мы деньги выделили, но никто не выходит. Потому что мы, власть, с одной стороны, мы не можем дороже купить. Если дороже мы купим, то у нас завтра просто пересажают всех, что дороже закупили. И с другой стороны вы, которые строите, которые выводите, но не продаете, не выходите. То есть здесь социальная ответственность нашего бизнеса. Мы же сегодня не просим вам ничего там, не строить детские осады, не строить школы, не строить дороги. Мы все делаем сами. Мы сами делаем. Такого не было никогда в Брянске. Ваш вклад в социальное развитие Брянска, это чтобы для наших сирот и для врачей, по тем ценам, которые сегодня складываются, по максимальным ценам, по статистике они ниже. И школы, и детские осады, и дороги. Чтобы были привлекательны ваши стройки. Мы же это делаем. От вас ноль. В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот из областного и федерального бюджетов выделено более 399 миллионов рублей. Это на 13 миллионов больше, чем в прошлом. Из них 320 миллионов рублей из областного бюджета. За эти средства планируется приобрести более 200 жилых помещений. Дмитрий Кузнецов, Денис Пашков, Александр Жучков. События. Брянск.